Всем привет! Вы на канале MaxGraphs. Это как страсть. И в этом видео я хочу рассказать вам про оптимизацию сайтов. А точнее хочу дать советы, дать рекомендации по тому, как сделать свой сайт более оптимизированным. Есть ряд каких-то специальных фич, специальных рекомендаций, которые я знаю и могу вам дать. Давайте начнем. Итак, как вы видите, у меня на экране сейчас сайт PageSpeed Insights. Самый известный, наверное, сайт в мире по проверке скорости своего сайта. Но здесь не все так просто. Я думаю, многие из вас уже знают, но тем не менее. Для тех, кто не знает, кто не знаком с этой темой, на самом деле PageSpeed не измеряет скорость сайта. Что бы он там не выдавал, на самом деле он не выдает действительно нужные и важные цифры. Единственное, что он дает, он дает какие-то рекомендации, на которые вы как разработчик можете обратить внимание. Вы можете обратить внимание и понять, что вот тут стоит что-то сделать, а вот тут нет. Но что происходит со многими заказчиками и даже со многими разработчиками, они пытаются догнать вот эти вот 99-100 баллов. Это бесполезно, это бессмысленно, потому что здесь очень много разных факторов влияет на эту скорость. Допустим, то, что вы находитесь в России, а сервера PageSpeed находятся в Европе. И условно говоря, кто ближе к Европе, у того больше будет скорость. У вас может быть 65 в центре России, а в Москве может быть 80, как вариант. Еще одна проблема PageSpeed – это большая планка по требованиям. То есть он действительно требует очень много всего. Да, если даже взять тот формат WoW. Да, он прикольный, он хороший, но, блин, сделайте тогда поддержку везде его, чтобы можно было повсеместно использовать. А раз нельзя, то морочиться с ним и смысла особого нет. Ну, давайте посмотрим про PageSpeed на примере двух сайтов. Это vk.com.slashfit. Да, мы видим, что на мобилке 28, для компьютеров 49. То есть даже в ВКонтакте, хотя понятно, что он, естественно, не такой серьезный сайт. Хотя, посмотрите, да, что он не грузит. Он не грузит страницу загрузки, на самом деле. То есть он даже не грузит никакие данные при этом. То есть он грузит страницу логина, на самом деле. В логине он на что? Несколько ссылок, формочка и больше ничего. И при этом все равно 49. То есть настолько тот же ВКонтакте не заморачивается. При этом ВКонтакте достаточно быстро разгружается сам по себе. И самое главное, это не показатели PageSpeed, а реальная скорость загрузки. Вот, если взять сайты на поисках, у них та же, собственно, проблема. На мобилке вообще 9%. Но при этом мы видим, что все загружается. Ну, в принципе, все, весь контент, он как бы доступен, он есть. Вот, ну и можем посмотреть, что, в принципе, у большей части, ну, здесь 43%, ладно, но в основном 57%, 64%, 50%. У большей части пользователей все происходит хорошо. У 49% вот здесь происходит, ну, то есть, какая-то задержка небольшая, да, происходит вот здесь вот, вот 49, 22, 21. И только у 8, 18, вот здесь 21, 29, у них реально проблемы, то есть у них реально долго. Вот, это не значит, конечно, что раз их 21%, можно на них не ориентироваться, но тем не менее. То, что предлагается PageSpeed, это лишь рекомендации, и не стоит на них зацикливаться. Что еще можно проверить? Ну, давайте возьмем ссылочку на кинопоиск. Есть специальный сайт GTmetrix, можно проверить на нем. Здесь лучше зарегистрироваться, чтобы не ждать долго, во-первых, во-вторых, чтобы можно было выбрать, откуда тестировать. Вот сейчас тестируется из Канады. Я попозже это все посмотрю, поскольку это будет сейчас достаточно долго грузиться, но тем не менее. Можем посмотреть, как он оценивает и что он пишет. Мне кажется, что в GTmetrix он пишет более удобоваримые, что ли, данные. Те, которые действительно на что-то могут повлиять. У PageSpeed даже, ну да, у него есть какие-то хорошие замечания, что можно установить ресурсы, блокирующие отображение. Хотя, как это сделать, некоторые вещи просто невозможно убрать. Говорит, что здесь можно сделать кэш, что здесь можно пассивные слушатели убрать, что здесь можно настроить показ, то есть фон дисплей использовать. Ну, кстати, вот с фон дисплей, честно, наверное, ошибка именно PageSpeed, потому что фон дисплей стоит, но он все равно выдает, что типа поставьте фон дисплей. Зачем? Непонятно. Ну вот, мы смотрим на кинопоиск. Собственно, здесь у него плюс-минус все то же самое. Здесь у нас 33, здесь чуть больше 53. Но здесь суть в том, что GTmetrix, он более быстрые показатели выдает. Зато он выдает действительно хорошие метрики. Вот здесь вот хорошие рекомендации. То есть, что нужно минимизировать редиректы, что нужно убрать scaled images. Я попозже расскажу, что это такое. И так далее. То есть, на мой взгляд, вот эта статистика гораздо лучше показывает себя, чем показывает статистика PageSpeed Insights. Ну, это на мой взгляд. Также можно смотреть это все с помощью Lighthouse, и там тоже будут отличаться цифры, и это тоже проблема PageSpeed'а, в принципе, да. В том, что мы даже на проверке диплома у себя в скиллбоксе сидим три человека в разных местах. Кто-то в Москве, кто-то в Питих, кто-то еще где-то. И мы запускаем одновременно сайт на проверку, и везде разные цифры. Ну, почему так? Почему? Непонятно. Может быть, и в GTmetrix будут другие цифры. Они могут разниться, конечно, но это все равно странно. Поэтому я считаю, что нужно поставить сразу в самом начале этого видео поставить этот вопрос ребром, так сказать, да, и сказать, что PageSpeed – это хорошо, он дает какие-то рекомендации, но следовать им слепо не стоит. Я расскажу, чему стоит следовать, чтобы сделать свой сайт быстро. Далее видео. Поехали. Итак, первое, что хочется рассказать про оптимизацию скорости загрузки – это шрифты. Это частая тема, на которую тот же PageSpeed ругается. Это загрузка именно шрифтов. И здесь, в принципе, очень простое правило. Используйте WoW 2. Почему я говорю про WoW 2? Потому что он поддерживается всеми актуальными, действительно хорошими браузерами, и Ешка уже в 2021 году не будет поддерживаться. Я считаю, что не стоит. Видите, что у него глобальное использование 1% всего лишь. И мне кажется, что не стоит. Однако вы, опять же, можете сделать и WoW, и WoW 2. И там, где не будет подключаться WoW 2, подключится WoW. Это, в принципе, тоже практика стандартная. Ну, на оперу мнение мы вообще не смотрим. Я еще не видел, чтобы в ней хоть что-то поддерживалось. По Can I Use. А в основных браузерах нормальных, собственно говоря, там все поддерживается хорошо, и все работает. Поэтому я считаю, что WoW 2 стоит использовать. Также, конечно, стоит использовать font-display-swap. Это свойство, которое, ну вот именно значение swap, оно что делает? Когда загружается ваша страница, если не загрузился еще шрифт, он поменяется на безопасный. И как бы выглядит это безопаснее. И когда подгружается, сразу как бы заменяется. Но если он успел загрузиться в нужный момент, то сразу показывается, соответственно, нужный шрифт. Вот. Также многие говорят, что можно использовать предварительную загрузку link-прилот. Сам я этого не особо использовал. Понятно, что вот на... Потому что написано, это действительно круто, и можно использовать это много где. Единственное, что здесь, наверное, стоит определить то, что если у вас большой файл какой-то, ну, допустим, JS-бандл, да, там, на мегабайт, условно говоря, то лучше прилот не использовать, потому что он будет его предзагружать. И это скажется только хуже на загрузке сайта. Шрифты, в принципе, можно выносить вот так вот в link-прилот, только не s-style, здесь будет s-font, и вот здесь ссылка на фонд. Но, опять же, я в этом особого смысла не вижу, потому что, в принципе, фонд-дисплей со своей задачей справляется, он и в PageSpeed хорошо себя показывает, если уж он так важен в PageSpeed, и он, в целом, адекватно работает в плане загрузки с шрифта. А если использовать только в WoW-2, самый оптимизированный, точнее, формат шрифта, то, в принципе, и проблем не будет. Это, в принципе, по шрифтам все. Вот. Следующий пункт – это картинки. Картинки тоже очень важны, действительно, ну, потому что изображений может быть много на сайте, и картинки крайне важны для того, чтобы оптимизировать сайт. Что стоит делать с картинками? Во-первых, стоит их оптимизировать, естественно. Оптимизации может быть несколько. Я подготовил два варианта, самых таких плюс-минус основных, да. Это сайт TinyPNG. Здесь вы просто берете и загружаете фотографию нужную вам. Давайте зайдем в нашу папку. Здесь найдем оптимизацию сайта, и вот фотографию загружаем. Но здесь она больше, чем 5 мегабайт. К сожалению, он поддерживает только в Pro-варианте такую вещь. Вы можете использовать такую вещь еще, как компрессор.io. По-моему, так называется. О, он изменил, кстати говоря, свой стиль, свой дизайн. Давайте попробуем. Что он выглядит здесь? Здесь он скушал 5 мегабайт, потому что у него макс 10, да. И с помощью него тоже можно сжать, если TinyPNG не справляется с большим размером. И, как видите, он сохранил нам 70% и сделал все как надо. Здесь есть еще нюанс. В том, что и TinyPNG, и компрессор.io, они делают все автоматом. Вы можете здесь взять, вон, компрессион-тайп, да, установить. Лосслес или кастом. Но здесь, ну, не совсем понятно, да, что здесь именно можно делать. Тем более здесь именно Pro-версия, как видите. Только в Pro можно это делать. Не в Pro-версии это делать нельзя. Это первое. Вот. Также есть специальный, очень крутой, редактор, или, ну, можно сказать, сжиматор картинок, грубо говоря, да, это скуш-эп. Я думаю, многие о нем слышали. Он бесплатный, и он позволяет делать действительно крутые штуки с изображениями. Но здесь нужно тогда понимать, что вы делаете. То есть хочется сказать одно, что если вам нужно сделать там какой-то простой лендинг и просто сжать картинки, TinyPNG для вас, он сделает все за вас, он сделает все, в принципе, качественно и хорошо, сожмет максимально, насколько это возможно. Если у вас более серьезная разработка, какой-то серьезный и сложный сайт, где много картинок, и с ними нужно работать как-то, скажем так, кастомизировано, то скуш-эп. Здесь вы можете настроить сами и сжатие, да, и ресайз настроить, и какие-то, видите, с цветами тоже работа есть. И есть еще advanced функции, но здесь уже нужно действительно разбираться в том, что это такое, что оно делает с изображениями, чтобы понимать. Тем не менее, можно сказать, что скуш-эп это такой более серьезный редактор. Но, опять же, если ваша разработка не подразумевает то, что вы должны прям серьезно заморачиваться фотографиями, делать этого не нужно. Еще очень важный момент. Давайте сейчас перейдем в нашу папку. Загрузим здесь сейчас HTML-файлик, и в нем давайте напишем простую разметку, img, и добавим наш один jpeg. И также давайте какой-нибудь линк, точнее не линк, давайте делаем style. Если напишем, что у нас будет img-ubis300, у нас появляется картинка. Она маленькая, как видим, она грузится достаточно долго, то есть она не сразу загрузилась, потому что у нее размер 5 мегабайт. Да, мы можем ее сжать, можем достать ее из компрессора, давайте достанем, и ее загрузим. Вот у нас он скачивает один jpeg. В принципе, она будет уже более оптимизирована. Ставим сюда, заменим. И одну страницу. Как видим, теперь она загружается быстрее, хотя не всегда. Но почему я сделал этот пример вообще, для чего? Для того, что помимо сжатия картинок, есть еще очень важный момент. Это скалирование. Вот это скалирование как раз таки написано было в GTmetrix, да? Вот, serve scaled images. Что здесь написано, дословно, да? Что? Видим, что здесь размер 360 на 514, он сжат HTML или CSS до 40 на 60. И это плохо. Если взять мой блог, у меня там есть, к сожалению, фотографии, которые надо заменить. Размером там 6000 на 3000, при том, что экран основной 1920 на 1080. То есть он тоже сжимается. И это очень важная проблема, она даже, наверное, больше, чем сам размер изображения влияет. Если мы сейчас наведем, вот здесь, да, то мы можем увидеть, нет, не видим почему-то, не показывает здесь. Но обычно, обычно еще DevTools показывает, что есть размер там 300 на 200, вот как здесь показывают, да, и есть еще исходный размер. Так вот, исходный размер данной картинки 8192 на 5464. И представьте, вы пытаетесь вот эти вот 8000, огромную вот эту картинку, вкинуть вот в такой размер. Да, это, в принципе, стильный-то работает, но грузится изначально-то огромная картинка. И это проблема. Делать так не нужно. Понятное дело, что вы не сможете сделать пиксель в пиксель, потому что есть такая вещь, как адаптивная версия, там без этого никуда. Но хотя бы вот эти вот 8192 нужно сократить, ну, не знаю, там, если вы делаете картинку 300 на 200, ну, хотя бы до 500 стоит эту картинку сократить. Ну, до 700, ладно, но не 8000. Это тоже очень важно. И тоже стоит учитывать, что большие изображения, да, мы можем зайти попробовать на блок. Сейчас мы вряд ли найдем нужные картинки нам, ну, то есть те, которые именно не сжаты. Но, тем не менее, они точно есть. Вот, и даже здесь. А, вот, вот она, смотрите, вот она, не сжатая картинка. Смотрим. Вот видите, 419 на 250 у нее размер, но на самом деле размер 6000 на 4000. Это то, что мне стоит исправить, на самом деле, да, потому что это очень плохо. А вот здесь, вот здесь уже 1020 на 1080. Да, тоже многовато. Тоже, может быть, стоит делать специальный, именно, специальную картинку маленькую под вот эту превьюшку. Но я делаю картинки с расчетом на вот этот экран, то есть на вот этот большой, и просто дублирую их вот сюда. Поэтому они появляются здесь большими. Конечно, для оптимизации стоит делать отдельную картинку. Но, опять же, не всегда это удобно, не всегда это, ну, не всегда есть на это время. Поэтому я считаю, что, в принципе, 1920 на 1080 оставлять – это ок. Есть размеры больше, 2560, и там немножко растянется картинка, но, тем не менее, таких кранов еще не так много. Поэтому, возможно, это того не стоит. Итак, еще раз по фотографиям. Вы можете сжимать их либо автоматически сервисами, тени пинжи, либо самостоятельно, если вы шарите в этом через Q-шеп. И также нужно следить за размерами. Это самое важное, даже важнее, чем сам размер, то есть, чем вес изображения. Размер, именно пиксели, он важнее. Возможно, данный блок стоило включить в изображение, но я решил выделить его отдельно, потому что это достаточно актуальная тема среди разработчиков. И многие на эту тему спорят. Кто-то говорит, что да, ок, надо. Кто-то говорит, да не, зачем. И эта тема, конечно же, веб-пи. Нужно ли его использовать? Как я уже ранее говорил в теме про пейдж-спид, собственно, сам пейдж-спид говорит, что используйте веб-пи. Это круто, это хорошо. Если мы посмотрим сейчас, что там у нас с веб-пи по поддержке, то, по-моему, в Safari он поддерживается так себе, в E-шке, ну, E-шку мы не смотрим, она не поддерживается. Здесь у нас partial support. Safari First Band Limited, MACOS 11, BigSure and Leto. То есть, только в BigSure работает, я так понимаю, да, в последних версиях. И дальше. И то, это вот самая последняя, 14-я версия, которая вышла вот буквально недавно, насколько я понимаю. До этого ничего не работало. То есть, по факту, еще не работает. Грубо говоря, еще не работает в Safari. А Safari браузер очень используемый, поэтому, к сожалению, мы ничего не можем делать. Есть еще сейчас разговоры про такой формат, как AVIV, да, но он еще поддерживается только в Хроме, поэтому это только разговоры. Вот, ну что ж, про VP. Что стоит сказать про VP? Да, это действительно хороший формат. Он действительно может позволить вам получить какую-то пользу в плане размера, но эта польза недостаточно большая, чтобы так мудохаться и заморачиваться. В чем заморочка? В том, что вы не можете использовать просто VP, потому что не поддерживается везде. Вы должны использовать, допустим, там и PNG, и VP. Как это можно сделать? Это можно сделать с помощью атрибута, допустим, src set, да? И здесь вы указываете путь до VP или путь до PNG, то есть наоборот, условно говоря. Вы можете делать так, но тогда вам придется готовить два вида картинок. Нужно ли вам это? Я сомневаюсь. В лейнинге это точно не нужно, ну, бред, зачем? В каком-нибудь интернет-магазине в верстке тоже зачем? Потому что очень сомнительно, что кто-то будет действительно именно со стороны бэкэнда над этим заворачиваться. Да, можно это сделать со стороны бэкэнда так, чтобы именно бэкэнд сторона брала и подставляла сама в VP картинки. Это можно сделать, но, опять же, это не ваша очина, не в очина верстальчика, во-первых. Во-вторых, я тоже не вижу в этом особого смысла. А если вы делаете какой-то сайт под ключ на CMS, в том же WordPress условном, и вы понимаете, что это какой-то блок, который будет там ежедневно пополняться статьями, делать поддержку в VP вообще не нужно, потому что не будет ни один контент-менеджер нарезать картинку в PNG, ее потом кодировать в VP и две грузить картинки к статье. Да никто не будет так делать. Именно поэтому я считаю, что VP, ну, это хороший формат, но его использование сейчас слишком замороченное. Ну и плюс ко всему, не сказать, чтобы он действительно очень сильно влиял. Да, он какие-то килобайты сохранит, но серьезно повлияет на скорость загрузки? Да вряд ли. Однако, если у вас сайт, допустим, фотографа, где у него 500 картинок, и где, в принципе, если он готов в VP создавать и грузить, то почему бы и нет? VP здесь поможет, он действительно сожмет. Ну и имеется в виду, что когда будет 100, 100 картинок, 100 картинок в PNG будет намного больше весить, чем 100 картинок в VP, то есть такая разница, да? И тогда это действительно будет актуально. Ну а про большое количество картинок я еще поговорю в отдельной части этого видео. Как вы, возможно, уже знаете, PageSpeed часто ругается на отображение первого экрана, то есть на то, что впервые пользователь увидит. Как правило, это, возможно, будет сначала белый экран, либо темный экран, только потом уже загрузка, собственно, сайта. Это, по-моему, мне нравится. И раньше эту проблему решали очень просто. Брали просто стили из хедера, полностью из CSS-файла доставали и вставляли вот сюда, в Textile, прямо вот сюда. Ну, представьте, да, огромный кусок стилей, ну, зависит от того, какой хедер, конечно. Брали и вставляли в Textile. Да, это работало, PageSpeed переставал ругаться. На загрузку сайта не искали, чтобы сильно это влияло, но, конечно, какие-то там миллисекунды это точно сохраняло. Но представьте себе, что у вас большой действительно хедер, в котором есть меню, подменю, есть еще какие-то ссылки, соцсети и так далее, и так далее. И вы все эти стили переносите вот сюда. А потом через 5 дней вам говорят, а нам нужно, короче, другие соцсети подключить, другие вот здесь вот поменять цвет, вот здесь кнопочку сдвинуть, вот именно в хедере. Сдвините, пожалуйста. Представьте, что вы будете делать, да? Вам придется брать это все и, собственно, каким-то немыслимым образом менять прямо вот здесь. Особенно, если CSS сжатый, то, конечно, это еще хуже. А не сжимая CSS, ну, как бы, это совсем плохо будет. Поэтому я считаю, что, ну, это совсем жесть. Так делать уже точно не стоит. Лучше пусть PageSpeed поругается, чем вы будете действительно так париться. Возможно, в каком-нибудь условном галпе есть специальный, может быть, плагин, который берет стили хедера и переносит автоматически, но мне что-то сомнительно, что такое реально существует и реально работает адекватно. То есть, как он будет понимать, что ему нужно это переместить, тоже вопрос. Но, возможно, что-то придумали. Может быть, вы найдете и в комментарии напишите. Вот. Ну, а мы идем дальше. Конечно, говоря про оптимизацию, нельзя не упомянуть про сжатие. Банальное сжатие каких-то там скриптов, стилей HTML. То есть, понятное дело, что сжатые минифицированные CSS, JS, HTML, они будут весить гораздо меньше, чем не сжатые. И это крайне важно. Это крайне важно. Плюс ко всему я заметил то, что если вы еще и в build-версию засовываете map-файлы, как я это рассказывал в видео про галп, если вы засовываете туда еще и map-файлы, то, соответственно, map-файлы тоже загружаются, а они весят, как правило, гораздо больше, чем минифицированные обычные CSS. Поэтому от map-файлов нужно избавляться. Так вот. Естественно, важно сжимать. Сжимать стили, скрипты и так далее. И очень важная тема еще про то, стоит ли объединять файлы в один. Ну, я считаю, что когда у вас есть галп условный, вы можете спокойно объединить CSSF.js в один файл и не париться. Даже несмотря на то, что у вас может быть сайт многостраничный, в котором, допустим, на одной странице не нужен кусок кода, который используется на другой странице, но он в одном файле, поэтому загружается везде. На самом деле это не особо влияет. Это влияет не особо, и здесь заморачиваться сильно не стоит. Я видел, что многие те же интернет-магазины делают так, они делят файлы. Если у вас есть на это желание, вы можете так сделать, но здесь важно понимать, что у вас должно быть подключение HTTP2. То есть, у вас вот здесь должен быть протокол. Вот он, HTTP2. Если у вас везде протокол HTTP1.1, то вы так только ухудшите вашу загрузку, потому что HTTP1.1, он основан на чем? Если у вас много файлов, это плохо. Если один, пусть он и большой, это отлично. HTTP2, он как бы не то, что наоборот, он просто поддерживает загрузку нескольких сразу ресурсов, нескольких запросов к серверу. Поэтому, если у вас HTTP2 на сайте используется, то вы можете, в принципе, делить. Файлы стилей, допустим. Если используется какая-нибудь карточка товара только на странице карточки товара, то, естественно, она не нужна больше нигде, ни на какой странице. Можете эти ее стили выделять. Это чуть-чуть вам сэкономит скорость, но не сильно. В принципе, можно обвинять все в один и тоже так использовать. Далее тоже важная и интересная тема – это кэширование. Кэширование ресурсов. То есть, это то, что браузер может загрузить в кэш эти ресурсы и потом не загружать их каждый раз. Для этого используют, как правило, файлик специальный, он называется htaccess. Вот он у нас. Я его добавил сюда. В нем описаны правила, которые позволяют кэшировать так или иначе какие-то ресурсы. Давайте попробуем его открыть. Ну, допустим, в блокноте. В принципе, не важно. Вот. И он выглядит вот так. Здесь у нас кэшируются шрифты. WoW 2, да? SVG-шечки. Все остальные там JPEG, PNG, GIF и так далее. Вот. Причем здесь написано определенное количество секунд, что равно там полугоду, году и так далее. Здесь уже у каждого свое. В общем-то, вы можете просто взять этот файл и вставлять к себе в корень проекта, и он будет работать. Единственное, что нужно его переименовать. Здесь написано ht.access. Вам нужно переименовать его как .htaccess. Тогда он будет работать. Если в системе переименовывания вот такое вам невозможно сделать, потому что, по сути, файл без названия, вы можете либо добавить точку в конце, да, и тогда он будет нормально переименовываться, либо сделать это через редактор кода, то есть закинуть в WS-код, и в WS-коде это доступно. В общем-то, в этом файле описано все то, что для кэширования важно. И можете его просто использовать. Я его вам, конечно же, скину. Стоит немножко поговорить про спрайты. Спрайты – это достаточно уже старые технологии года 2010-го. Собственно, в чем там суть? Что вы берете несколько картинок, допустим, PNG, да, картинок, к примеру, соц. иконок, делаете их одной картинкой и загружаете. И потом используете в качестве, например, background image, условно говоря, но используете, собственно говоря, одну картинку вместо четырех, если у вас четыре соц. сети. Это уже достаточно устаревшая тема, особенно, когда у нас сейчас развит HTTP2 достаточно хорошо. То есть, спрайд для чего был создан? Чтобы не делать четыре запроса, а сделать один запрос для четырех картинок. Когда есть HTTP2, в принципе, вы можете делать сколько угодно запросов, проблем не будет. Это раз. Два, в принципе, спрайд не очень удобный для разработки, на мой взгляд. Там есть нюансы с определенными вещами. И плюс ко всему, ну, когда сейчас у нас, не знаю, можно сказать так, SVG-эра, когда используется повсеместный SVG, стоит использовать именно его. SVG тоже можно заспроектировать, создать спрайты. Это все очень удобно, хорошо работает. Про это у меня есть видео в Gulp. Вот, можете посмотреть. Поэтому я считаю, что PNG-спрайты – это уже точно зло. Можете использовать SVG-спрайты, это очень круто. Но если вы вдруг у вас в макете PNG больше ничего нет, либо терезайте дизайнера, либо просто можете подключать PNG-картинки, спрайты не нужны. И еще одна крайне важная тема, которая действительно является очень часто краеугольным камнем вообще, в принципе, разработки сайтов, оптимизации и того же PNG-спида. В чем суть? Суть в том, что существуют разные метрики, разные там живосайты и так далее. Когда они подключаются к вам на сайт, они не кэшируются, они загружаются отдельно, вы никак не можете управлять их загрузкой. И они, конечно же, очень сильно тормозят. И тот же PNG-спид ругается на них часто. И если их убрать, то сразу ваши баллы могут возрасти на 2 баллов сразу, сходу. Просто вот, когда вы берете одну лишнюю ссылку. Конечно, понятно, что если вашему сайту нужен живосайт, вы не можете его убрать. Конечно, понятно, что если вам нужна Яндекс.Метрика, она часто нужна, вы не можете ее убрать. Это, в принципе, еще один аргумент в пользу того, что PNG-спид действительно не может показать действительно хороших цифр. Ведь он просто, можно сказать, запрещает данные внешние скрипты. Ну, извините, а без них никуда. Как бы в разработке никуда не деться без них. То есть ничего просто не поделать. А в том же GT-метриксе, если вы зарегистрируетесь, можно выбрать настройки и можно специальную галочку поставить о том, что эти скрипты не учитывать. Это не реклама GT-метрикса, но тем не менее. Вот. Что здесь можно сделать? Здесь два варианта. Либо вы оставляете все как есть, либо пробуйте добавить еще атрибут async. Но с ним нужно быть аккуратным, с этим атрибутом, чтобы он ассихронно загружал, потому что он может просто сломать работу с скрипта. Ну, допустим, метрика не будет отрабатываться в нужный момент. Поэтому здесь стоит пробовать. Добавить код Яндекс.Метрики, добавить туда атрибут async, ассихронную загрузку, да? Можем это найти. Вот. Вот async HTML на HTML-блоке или лучше найти даже на Long JavaScript. Вот. Async. Вот. Слепт абсолютно независим. Станица не ждет скриптов, дом Content Loading не ждет друг друга. Остальные скрипты не ждет async, и async не ждет другие скрипты. Но здесь важно понимать, да, что если вдруг по какой-то причине пользователь нажал на кнопку, которая завязана на Яндекс.Метрики раньше, чем загрузилась сама Яндекс.Метрика, потому что она асинхронная, то, соответственно, будут проблемы. Это нужно понимать, и здесь стоит только пробовать, разрабатывать, ну, и действительно, вообще смотреть, повлияет ли как-то async на загрузку внешних скриптов. Ну, и, конечно, не стоит использовать всякие, ну, на мой взгляд, опять же, всякие Google-шрифты, CDN и так далее. Все делайте локально, это будет точно надежнее в плане загрузки сайта. Ну, и, конечно, существуют еще такие вещи, как множество картинок на сайте, как видео с YouTube на сайте и видео просто на сайте. Они, конечно же, по умолчанию все загружаются на старте страницы, и это очень сильно не тормозит. Как этого избежать? Конечно, эта техника называется Lazy Load, то есть ленивая загрузка. Смотрим сначала про ленивую загрузку именно изображений. Есть куча плагинов, вот, например, плагин Vanilla Lazy Load на JSON.js. Суть, в принципе, Lazy Load сводится к одному. Всегда. Вы берете, не делаете SRC атрибут, да, в видео, в AMG, в IFrame. Вы делаете атрибут Data SRC, то есть придумываете свой атрибут. Data attribute – это тот атрибут, который можно, собственно, создать самому, и в него вложить что-либо. Придумываете Data Attribute. Собственно, на этом даже построены все плагины, да, видите, вот, Data SRC. При этом лучше указывать SRC пустой, вернее, не пустой, а решетку, потому что на пустой будет ругаться валидатор, либо, если у вас серьезная какая-то заморочка или разработка, вы можете еще сделать картинки в low-quality, то есть какие-то заглушки, да, и вставлять их. Это позволяет тоже делать всякие плагины для галпа. Так вот, суть в том, что изначально идет Data SRC, в нем написана нужная картинка, и плагины лазерлода, что они делают? Когда вы доскролливаете до нужного места, до того, то есть до места, когда картинка должна быть показана, собственно, он что делает? Он просто из Data SRC берет значение, кидает в SRC, картинка начинает загружаться и, собственно говоря, показывается. Ну, это приводит к тому, что изначально у нас картинки не загружаются вообще. То есть, в принципе, все картинки в Data Attribute находятся, они не могут загрузиться, никак на сайт, и поэтому скорость загрузки увеличивается. Конечно, на первом экране всегда стоит использовать картинку, чтобы она всегда была загружена, но тем не менее. Вот. По поводу оптимизации YouTube-видео, я уже делал видео, я скину ссылку в описании, как сделать так, чтобы видео с YouTube не нагружало сайт. А видео с YouTube действительно сильно нагружает сайт, тем, что он, помимо того, что загружает, собственно, сам видос в iFrame, он еще всякие там скрипты типа BSJS накидывает и тоже их загружает, и на каждый видос загружаются эти JavaScript файлы, и это, конечно, очень сильно сказывается на производительности. Очень сильно. Поэтому здесь, конечно, стоит с этим быть аккуратным. Ну и самое последнее, что хочу сказать по поводу лазелода, это, конечно, карты. То есть Яндекс.Карты условные, они тоже сильно влияют на загрузку сайта. Если их вставить прямо сразу, они, конечно же, тоже сильно повлияют. Давайте мы небольшой пример здесь сделаем. Возьмем прям вот простейшую карту, но мы на ее примере все равно увидим суть. Возьмем скрипт. Здесь рекомендуют в хэд, но, как вы знаете, в хэд подключать так себе. Лучше подключать скрипты вот здесь вот, да, то есть при загрывающем баге, либо подключать в хэд, но тогда делать это будет defer. Апи-ключ здесь не обязательный для работы. Он выдаст на предупреждение, но, в принципе, это не так обязательно. Вот, берем ID-map, вставляем его куда-нибудь вот сюда, и, собственно, скрипт, который будет у нас отвечать за работу самой карты. Мы его ниже вот сюда взрывы. В принципе, у нас должно уже все заработать, карта должна появиться. она появляется. Отлично. Смотрим, что происходит, когда она появляется. Идем в нетворк. Вот. Посмотрите, что происходит. У нас куча всего от мэп, куча файлов, да. Они весят, в принципе, не так уж и мало. И при этом, когда они загружаются в хидал, видите, сколько всего файлов загружается. Вот. И зум, и вот это все, это все файлы карты. Вот. Один jpeg – это наш файл, индекс – это, собственно, наш файл. Все остальное – это файлы карты. Их очень много, и они все загружаются. Это, конечно, плохо. Когда приставьте сайт, а когда вы еще карту не видите, это загружается. В чем суть? Как это исправить? Давайте добавим здесь какой-нибудь div. Сделаем moon, style, haze, ну, допустим, 3000 пикселей. Мы делаем div, и получается, что карта у нас внизу. Ну, обычно она внизу располагается с сайта, да. То есть видим, что карта вот здесь. И давайте, ну, как сделать так, чтобы это заработало? На самом деле, да, очень просто. Нам нужно просто написать здесь window, да, addEventListener scroll function. Суть в том, что мы, ну, мы, по сути, используем ту же технику lazyLoad, но когда у нас карта появляется, мы ее загружаем. И мы здесь будем, должны смотреть данные вещи. Вот, допустим, scrollY равно window scrollY Давайте в консоль выведем, чтобы убедиться, что у нас выводится то, что мы хотим ввести. Проводим страницу, смотрим в консоль. И да, мы видим, что у нас выводится значение скролла от верха экрана, собственно, от начала сайта и по верху экрана он считается. И что нам нужно сделать? Нам нужно теперь получить значение сверху от всего сайта у idMap. то есть letMap offset мы сделаем здесь document querySelector map и здесь у нас будет offset top, по-моему, есть такая функция. Точно не помню, на самом деле, но какая-то есть. Мы можем найти ее, в принципе, offset top vanilla.js да, offset top, все правильно, только да, все правильно, только здесь не нужно ставить скобки. Давайте выведем этот map offset тоже в консоль, чтобы убедиться, что он тоже у нас работает как надо. Удавим страницу, видим, да, 3212. Соответственно, когда мы доскроллим, то есть, когда вот это число будет близко к вот этому, нам нужно карту показать. Но важно понимать, что карта загружается не сразу, ей нужно буквально секундочку, чтобы она появилась, именно поэтому мы сделаем здесь небольшое ухищрение. Мы сделаем здесь условие, что если scroll y у нас будет больше либо равен map offset минус, ну давайте 500 или даже или даже 1000, то есть, да, то есть за 1000 пикселей до карты мы будем ее показывать. Ну или давайте все-таки за 500. Ну и, собственно, что мы делаем? Мы просто вот этот код переносим туда. Ну и здесь еще стоит сделать специальный какой-нибудь дата-атрибут или какое-то условие. Ну, я сделаю простым условием, например, да, то есть мы сделаем что здесь? Переменную flag. Это часть этой практики, так делают. Да, и здесь мы сделаем двойное условие просто-напросто. Вот, и flag равен 0, то мы показываем карту и после показа мы делаем флаг равен 1. Вот. Давайте пробовать. Обновим страницу. Давайте загрузим все с нуля. Посмотрим Network и видим, что у нас от карты грузится всего ничего. Какие-то мелочи. Ну, их уже не избежать. Это то, что грузится непосредственно с вот этим вот скриптом. То есть, вот с этим. Их не избежать. Но зато сама карта не грузится. Все хорошо. Мы скролим сайт. Все у нас хорошо. И в какой-то момент сейчас у нас произойдет загрузка. Оп. Пошла загрузка. Все, карта пошла. И карта загрузилась. И все. Теперь у нас загружена карта. И мы можем видеть, что больше она не грузится. В принципе, и не может, потому что мы условия ей поставили. При этом, когда мы загружаем сайт, собственно, у нас ничего лишнего нет. Еще раз. Мы скролим, скролим, скролим. Раз, карта загрузилась, и она уже показана. В принципе, 500 пикселей обычно хватает. Хотя, зависит, конечно, от сложности карты, от того, насколько где там много маркеров и так далее. Вот такой вот способ лази-лоадинга карты можно использовать. Вполне себе рабочий и помогает сократить время загрузки сайта. Используйте флаг, специальную переменную, которая не позволит... Ну, флаг-то зачем? Чтобы, когда вы будете доходить до этого момента, карта не перезагружалась каждый раз заново. Чтобы она один раз загрузилась, когда вы дошли, и все. И при этом флаг у нас всегда будет потом единицей и больше не будет загружаться. Однако, при перезагрузке все будет работать. Здесь еще важно понимать, что, видите, нужно вот это все условие положить в функцию, вот это все, положить в функцию и вызывать ее не только в стролле, но и отдельно. Иначе карта не покажется вообще. Вот. Это тоже стоит понимать. Ну, здесь можно сделать функцию, да, которая будет применять вот эти вот параметры и на основе их делать те или иные вещи. Ну, я показал простой пример только по строллу. Я думаю, здесь вы разберетесь. Вот. Карта пока появляется. Видите, она не появляется. Если немножко мышкой двину, она загружается, потому что сколл событий срабатывает. Вот. Ну, на этом, в принципе, по лейзи лодингу все. Итак, я рассказал, по сути, все, что знаю сейчас про оптимизацию сайта. Конечно, есть какие-то новые техники, новые форматы еще каких-то вещей, да, там, прилоды и так далее, и так далее. Но, вообще, все сводится к тому, что вы максимально сжимаете все файлы, максимально, ну, если много картинок, делаете лейзи лодинг, если у вас внешние скрипты, делаете ассинг, если шрифты вы обязательно делаете хотя бы фонт дисплей, да, в IP используйте или нет, вам решать, как хотите. То же самое про загрузку в теге style, тоже как хотите, если вам очень надо, ну, что бы нет, но это, конечно, плохо. Кеширование, используйте файл hdxs, который я вам скидываю, делать много файлов или нет, это зависит от того, какой у вас http, ну, и, конечно, стоит использовать svg спрайт, либо просто svg-шки, здесь кому как. Вот. Ну, и, конечно, самое важное, что в этом видео хочется сказать, это обращайте внимание на реальную скорость, на реальную скорость, вот, когда вы загружаете сайт, смотрите именно на реальную загрузку, ну, например, мы возьмем тот же условный кинопоиск, да, вот, и обращайте внимание в нетворке, сколько он грузится-то вообще, на самом деле, вот, мы даем страницу с кэшем, и видим, что он грузится, ну, примерно он, по-моему, у меня 4 секунды грузился, ну, 5, можно сказать, да, обращайте внимание на это, сайт хороший должен грузиться, ну, секунду, секунду 2, ну, максимум 3, конечно, больше не факт, что от вас уйдут люди, кинопоиск это норма, потому что он известнейший сайт, ему, в принципе, и 5 секунд, ок, люди подождут, вот, но, тем не менее, стремитесь к тому, чтобы максимально было минимизировано это время, и это гораздо важнее, чем всякие пейджспиды, метрики и так далее, однако, и пейджспид, и gtmetrics, он может позволить вам понять, в чем проблема, примерно хотя бы, да, и вы здесь должны понимать, на что обращать внимание, ну, опять же, редиректы, вы не сможете с ними ничего сделать, как правило, попробуйте и синг здесь сделать, но не факт, что сработает, скейл от имиджи, вы сделаете, ресурсы с одинаковых углов, но здесь уже тоже яндексовские вещи, вы не сможете здесь ничего сделать, к сожалению, браузер, кешинг, кеш нужно сделать, хотя, опять же, здесь у нас кеш именно от Яндекса, поэтому тоже ничего не сможете сделать, вот, ну, и так далее, размер запросов можно минимизировать, опять же, это все от Яндекса, поэтому тоже ничего не сделать, вот, ну, и все остальное, в принципе, кинопоиск это все ок, но у него куча метрик, поэтому загружается сайт достаточно долго, за счет них, ну, и стоит понимать, да, что вы, как правило, ничего не сможете сделать с этими метриками, однако все равно данные сайты можно использовать что-то что-то другой чтобы понять на что стоит ориентироваться но не стоит прямо смотреть на битшпит и говорить о 100 баллов значит мне все ок и заморачиваться насчет 100 баллов то есть отключать какой-то функционал ломать картинки делать их хуже по качеству главное чтобы добиться 100 процентов нет этого не нужно делать ну а на этом у меня все учитесь пробуйте развивайтесь оптимизация дело такое здесь без практики никуда нужно просто брать и действительно пробовать разные варианты там htxs и симки лази лодинг и так далее и так далее все это нужно пробовать на реальных собственно говоря сайтах и смотреть что будет на этом все вам успехов удачи и до следующего видео пока